Всем доброго времени суток, с вами Артём, это 30 серия прохождения Empire Total Wars и Королевства Пруссии с модом Pirates Uber Ares. Продолжается у нас война с Российской Империей и, собственно говоря, начнём мы, наверное, с Польши. А в Польше у нас тут товарищи восставшие, не восставшие, непонятно кто. А эту армию мы восстанавливаем, 4 тысячи до неё нам нужно. И вот этой вот добиваем тут местные остатки русской армии, раз в миг Польша сразу отвалилась. И восстание тоже добиваем людей. Надеюсь, автобой правится без проблем. Без проблем, не хватает нам очков передвижения для того, чтобы это было без проблем. Этот тогда у нас идёт в Варшаву. И этого мы восстанавливаем. Получается... Так, нет. 9800. Чё. 9800, три с половиной у нас есть. Быстренько ремонтируем то, что у нас тут горит на территории Польши. На территории Польши у нас горит всё. Поэтому восстанавливать нам нужно всё. Так, у нас также появился, собственно говоря, пастор в Дании. Но в Дании у нас всё хорошо. Сообщаться с этим, с религией нам нужно его отправить в Рейланд. Рейланд. И здесь у нас, у нас будет подниматься протестантизм. Театр ремонтировать-то надо. Эх, ядри, смотри, 5000. Эх. Эх, маненька не хватает. А ну-ка. Нидерланды. Не хотите ли у меня купить снаряд ударного действия? Снаряд ударного действия. Это 2000. Хотя, хорошо. А, например, турки. Не хотите ли вы купить регулярную лёгкую конницу? За 2000. Не хотят. Эх, империя великих моголов. Не хотите ли вы купить... Не хотят? Эх, шведы. Не хотите ли вы купить корабли с мортирами и выдержанную древесину? За 2000. Не хотят. Дрекабритания. Не хотите ли вы... Так, США. Конную артиллерию и организации снабжения. 3000. А, 3000. Ну и хрен, как говорится, спами. 2000. Это мне хватит, в принципе. Вот это отремонтировать. Так, здесь у нас ты у меня. Ага. И я могу даже вот здесь что-то построить за последнюю тысячоночку. Тут у меня сходили. Всё. Смотрим, что будет делать вот эта штука. У нас вроде Вильно тут защищено. Здесь мы отбросили. Вот это вот что будет делать? И выждать подкрепление. Либо вместе с этим идти на Варшаву. Не планатно. Так, ты у меня поднимаешь. Антизм уже 10%. Хорошо. Венгрии процентизм мало. В Хорватии 13%. А это в Венецию идёт. Так, здесь у нас 21%. Ну всё отлично. У нас более-менее. Так, пытаются пробиться. Ой, зачем я нажал вручную? Пустая трата времени это называется. Ну ладно, уж не буду перезагружаться. Там бомбардирский кетч что ли? Или кто пытался? Против нашего корабля четвёртого ранга, который называется Вильдшванг. Даже можно, они весь бой на... Кто это у них? Да. Брандер. Ой, это Брандер. Пять. Я и забыл, что это Брандер. Нормально. Ну и всё, он утонул. Нас взорвать не получилось, подорвать. Он себя подорвал. Я думал, это бомбардирский кетч, а это Брандер. Да, если бы он нас поджёг, то было печально. Но у него ничего не получилось. Он был близок из-за моей глупости. Из-за того, что капитан корабля неправильно в подзорную трубу определил вражеский корабль. Пожей бомбардирский кетч, все паруса вперёд. Мы его потопим. Это оказался Брандер. Да, нам повезло. Могли сейчас просто потерять корабль из-за ерунды. Поляки собрали целую армию. И выдвинули её в Литву. Неплохо. Ну, это танцы-обниманцы у нас тут. У американской армии в Фальмуте. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Да ладно. Серьёзно, что ли? Польское восстание хотел взять Варшаву. Ха! Интересно. На что они надеялись. Потому что в Варшаве, кстати, в Бранденбурге пастор. Как мне его послать? Пошлю-ка я его в Польшу. Чем быстрее Польша станет протестантской территорией, тем оно лучше мне. Да, пошли в Польшу из тех делов. Так, Польша консерватория построена. Отлично. Так, вторжение, это где? Ага. Надо ремонтировать, между прочим. А, это я сейчас потратил деньги. Так, эта армия на восстановлении стоит. Поставим её у Варшавы. Эта армия у меня тоже при восстановлении. Но потом... Ну, более-менее Польша разобрались с угрозами. Разрядили, скажем так, ситуацию. Блин, вот это тоже всё надо ремонтировать. Что делать с вот этой польской армией? Кто командует ей? Виктор Пилипец. У тебя и фамилия. Пилипец. Что у тебя тут? Стонарные пушки. Причем 24-фунтовые. Гренадер полно. Похолки каких-то нанял. Пешхвалахов. Казаков. Ты мой лор. Так, ну это идёт в Ригу. Кент идёт в Ригу. Понято. А, это... Всё идёт в Ригу. Сознать установить, кстати. 24. Ни хера себе. Так, ракеты мне... Удалить. Бесполезный кусок говна. Насколько хватит денег? Больше на что не хватает. Ракеты оказались бесполезным куском говна. Так, в первую очередь давайте походим тем, чем мы забываем ходить. Во-первых, агент у нас идёт на территорию Финляндии. Ты у меня идёшь поджигаем. Уэя Борг. Русским. Хорошо. Мы уже на Финляндии. Это хорошо. Это хорошо. Это мне не радует. Вот это надо разбивать. Но вот это, я думаю, маловато. Нет, 24-х пушки. Ждётся тратить вот эту всю армию. Век! 24-х у него фунтовые полупушки. Достаточно-таки крупные. Крупные. Может, ими сжахнуть мало не покажется. Этими 24-х фунтовыми полупушками. Точно, если у них, конечно, сфиговая. Но если он будет сейчас в обороне стоять, мне придётся к нему подходить. Ну ладно, погибнут у нас. Ну, сотни человек погибнет от их ядер. Ну что теперь? Не всё мне только артиллерии стрелять по противнику. Что вам уже скучно смотреть? Да мне уже, на самом деле, эта кампания уже поднадоедает, честно. Я германские земли объединил. Война с Россией это так уж. Я в любой момент сейчас могу заключать мир и завершать кампанию. Потому что всё, что надо, мы собрали. Так тут неудобно. И какой здесь рельеф-то, блядский, я бы даже так сказал. Вообще неудобный. Вот вообще. Либо сюда артиллерию ставить. Но сюда я не могу из-за зоны размещения поставить. Ведётся. Да, пока. Реально, блядский этот рельеф. Вообще. Здесь какие-то, эти, как его, обрывы. Ни пехота не пройдёт, ничего. Здесь леса густые, хрен, чё увидишь, блядь. Придётся. Да, крайнюю ставить. Или чем-то скрывать. Ох, это здесь. Куда сюда спаренную тогда батарею? Куда-то до Кирасир. Куда-то до Кирасир. Куда мне ещё одну батарею? Батарею на этот холл. Ну давай. Ну тут они нигде не пройдут. То есть только здесь. Концентрат артиллерии у нас получился в одном месте. Это плохо на самом деле. Так, ладно, конец. Да, сюда. Наверное, этот фланг. Так, вот, а вот он. Эпл. Разрыв. Так, эти два отряда. Пойдётся в этот лес ставить. Избы не видно здесь. Додеваться. Здесь так, да. Это кончается. Сейчас двину, чтобы вот этот проход закрыть. Ну а там конец. Они вообще вон где все. Понятно. Сюда вот стихать. Здесь хорошо. Здесь артиллерия. Ну конец опять влюбленный вперёд. Сюда проблема. Давай хоть хотя бы я, чтобы видел. Ну это его проблема, то, что он, наверное, у конец. На этом фланге вообще тишина. Можно сразу вот так вот брать. Вот так вот подводить конку. Проморгать бы его атаку, конец-т конец. А быстро. Пюнет. Панцирный. Панцирный. Ну, реестровые казаки у него попали под гарки. Давай залп. Какая-то идёт на мою пехоту, да? Здесь всё. Здесь под артиллерию попали полножики под ядра. Так, а ты докуда меня тут достаёшь? Ага. Ну он сам идёт. Если бы он даже стоял в обороне, мне бы лучше было. Я бы хотя бы на этот бомб сейчас передислоцировал мою армию. Ой, дебилы, блядь. Ммм, стопэ. Мы сейчас от собственной артиллерии так получили, блядь. Так получили. Я как видел, как наши отлетают от разрывных ядер. Они, видимо, целились во врага, попали в нам. Попали в нам. Попали в нам. Попали в таллерии. Телимся по гренадерам. Ну ладно, отбились. Потеряли... Ой, ну вот реально, вот просто от своей артиллерии просто получили урона больше, чем от врага. Как всегда. Чёртовы леса. У меня здесь гренадеры стоят. И в артиллерии. Не вижу. Ну я не вижу артиллерии противника. Продолжение следует... 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 у нас такой что он тут стать и снялся позиций так окей кавалерий кавалерий давай назад там еще там будет там короче вот на этот холм она тут у нас да гранат кинул гранаты не кинул он гранаты чё такое кто это вот там осталось 13 да не смогут они гонять все пушки еще в рукопашку бегут почему вот так вытягивает все не понимаем русской линейной пехоты ну ладно сейчас нам вообще без проблем куда хотим туда идем хотим то и творим можно даже скорость покажет все было побыстрее все а и но а Так, этих убиваем. Эти встречаем, эти все свои расходовали фоеприпасы. Генерал у нас здесь конница, но в этот раз зато конница целая. Ну как все? Да ладно, они стреляют. Как они могут стрелять? А, одна пушка, они все-таки могут стрелять. Чего тут идет? Здесь шей лалахи. Здесь по этим вот им. Идем, встречаем товарищей. Там можно было подождать, чтобы они сами до гаубиц дошли. Идем. 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 А вот отсюда уже стреляют. Вперед выбегают. Первый ряд. Идем. Колено. так артиллерия еще не достаем их одна пушка жила жила здесь зараза и здесь у нас здесь у них три отряда сидят в обороне упадаем вроде мы перезарядились где-то шум а 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 продолжаем их преследовать зараза кавалерии опять пошли к нам что здесь выбили ничего без пехоты не могу а 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 Стреляйте, бойница. Артиллерия опять снова. Так, чем вон тех выбивать? Чем вот этих выбивать? Чем этих выбивать? Не понимаю. Ладно, тут пехоты выбьем. Или тут ничего не делает. Так, назад. Нету-то, может, картечек насадить, а? Подъехать прямо вот сюда. Как дать картечек? Они сидят. Посели они там. Ну, это пехотой выбьем. Ладно. Че тут? Аксонский пехотный полк. Зараз, прям перед ними холм. А че? Ну-ка. Аксонский пехотный полк. Нам артиллерии зря, что ли? Что мы будем людей тратить? Вот сюда прям картечь насадим их. В обоине, если что, прикрытие пехотой. Где-то пехота, если что, тут прикроет. Ну, все, точно теперь. Валахи. А это вся куча батарей. У нас идет. Она тут все равно. Тут холм. И прям получился как бы холм, а потом опять идет спуск. И они вот в этом спуске очень хитро спрятались. Очень хитро. Врен их тут где че добьешь. Сюда надо... О, точно! Вот все, что-что сюда надо. Вот эти достанут. Этим по херам на холмы. Там артиллерия не пробьет их. Там перед ними получается подъем, потом опять спуск. Они вот в этом спуске. То есть как бы за холмом. Вот это добьет. Да, я добьет. Вот как пикрою. Где он? Эй, вы там не стреляйте. Дома попадаете. Сейчас картечь придет. Здесь я поставлю пушки здесь, даже вот на этот вот холм. Ядра будут в этот врезаться в верхушку. Это ухо. Холма им ничего не делать. Надо, чтобы они туда перелетали. У меня же есть гаубиц. Гаубиц. Бля. Битком пассивный. Я все сделаю. Нормально. Потери минимальные. Пытаемся техникой. У нас правда еще не девятнадцатый век, чтобы техникой валить, а не пехотой. Отстанем. Картечь зарядим. Эх, жахнем. Шкетерский полк прикроет, если они сами увидят артиллерию и решат на нее пойти. Ну и поближе. Вот те тоже в низине. Ну ладно, те пехотой выбей. Этих выбьем, эти пойдут так, эти пойдут так и с двух сторон расстреляем. Еще чуть поближе. Точно зашло. О! Теперь зайдет. Опа, вот это уже опасно. Ну-ка, жахнем-ка им. Окей. Называется картечь. Называется говно боссное, а не картечь. Ничего без пехоты не мог. А быстро марш, что у вас не расстреляли. Да нет позиции. Что это такое? Постояние хорошее, вон крайние, серединка почти. Пойти там. А если я тебе вручную дам вот сюда. О, види. Пес, ТП. Я, сэр. плановая пехота. Стрелять. Вообще попадать будет еще, не по... О! Тут у нас что? Аксонский пехотный полк. Сейчас до тебя гаубицы доедут. Мало-то им покажется. Просел он там. Так, вот этих вот заседателей тоже надо как-то ушатать. и, 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 и! В, И, И! И! И, на них в лопать и они расстреляют они сюда смотрят их надо обойти вот так убили скачек убили не люблю вот эти вот их оборонительные точки посядут вместо не сдвинуться понять телере там ничего не сделай артично как бы вниз получается на расстрелять то есть ядрами и другом пусть туда нет давайте выбегом будет это делать с двухсторонных зажимать пиздом меня на должность не стреляю ну это вот и выглядит восполитое рушение не видите даже пушки не приказалами понимает как туда стрельнуть слишком низко очень неровный рельеф такое ощущение что эти по своим упорам а быстрее с двух сторон зажать и жахнуть тут прибыли галбицит у меня надо выбивать от пехотный саксонский полк ну там я надеюсь штыки с двух сторон тушь выбьют терминаторы польские все все успокойтесь остановить саксонский полк займите здание я не знаю я бы их оттуда выкурить и не вон как участками они вообще противоположную сторону что ли смотрят ля это изи я-то думал они на нас они туда ха не в ту сторону воюете господа может башб посмотрел следоват они это иной к нам стоят так это сейчас расстрелы все можно даже ядры поэкономить с порохом они уже паникуют а так бы да и в нету по найтхолм поднялся они меня расстреляли к херам все дать по ним залп они побегут поляки очень херово рельеф мне не понравилось одни холмы какие-то леса низины холм тут же опять в низину уходит там опять холм мне нравится когда ровненько 138 человек мы потеряли в этой битве этой бойне гонять я вас не догоню вернусь вильна и и 2700 нет у меня 2700 я бы конечно мог бы сейчас их добить вот этой армии я нам так и сделаю вот этой польской армии ничего не осталось засяду я на на брест литовский здесь на 5 пожарные и здесь мне еще надо еще тысяч ладно хотя бы отстроились у меня тогда варшаву засандаливаешь ну все здесь мы эскадру поставили на случай если придут испанцы здесь мы кстати испанцев из выбьем надо будет отремонтировать порт ну и все протестантизм поднимаем и счастливы все довольны более менее нормализовали ситуацию украины войска вот реально одну армию разбиваешь две приходит одну армию разбиваешь две приходит бесконечные какой-то у них и спаван солдат русским бесплатно что солдат дает или что и содержание сколько они у содержания тратить же казна то не бесконечные видим скрипты там специальные разработчики дали бесплатно понимай как хочешь все португалии нет теперь великих моголов теперь и в европе доминирует захватила португали полностью довоевались с индией и 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 а это я хотел а зачем я здесь на нем я приложу ума это на я думал там испанцы нормальную армию да все прорез португалии уничтожено полностью от и до так это разный ремонт вот это вот вот она ни хера тут у него гереческие конные стрелки непровский приморский гренадерский полк малороссийский морской пехотный полк женский полк петра великого я ля какие мутырский полк ингерман ланский умные фузелеры москва реческие разбойники драгуны а я сначала малую биту зимах ты на 5 кали билд они мне нападением на мелкие города и деревни урона экономически наносит больше чем сражаясь крупных сражениях это реально мало того что когда еще горит какой-то поселение там долго не делается ремонт падает аптечный порядок вообще опять не пойми чего с этой как ее религию вниз на холмы то последнее время везет посмотри что происходит и посмотри конечно вот холм то что я поставил артиллерию это бесполезно мне и надо вот сюда ставить в лес пес она не ставится не на холмы то стал вести еще не лежать в деревьях я их артиллерии нет их можно не бояться я зато вот этих мелких битвах можно прям посмотреть анимацию копашного боя прям камера приблизить как они маршруют а у них есть конец казачьи атаманский полк между прочим между прочим по нему открыть огонь артиллерии по я пою уравняли шанс у меня такие рассиры под прикрытием пехоты они хотят банги окне тут уже орудия неудобно давай по рекрутской хоть северной армии кто кого под магните нашим это кто гермарландский гарнизон 84 якутский полк северной армии по нему артиллерия от казаков отбились так построится а вы чё остановились тет глюканула вам уйти на них как бы я атаковал не типа в обороне хорошо что здесь ядра бесконечно можно так стрелять смотри чайку попить в это время будут стрелять на самом деле одна из острейших проблем в то время в армии это было как раз таки вот и не своевременный подвоз пороха и ядер уйдется на них самих идти не хотят они идти на мою картечь так конные ягеря они нас хотели с вами обойти теперь мы их попробуем с вами обойти пехотам вперед а они от это оттаяли оттаяли они хорош стоп а ну не банкротам если мы CSS обратим там капай свои ядра там чё мы ему тут 10 чек моему убили артиллерии перелет уж расстояние шибко далеко чего не попадает кто-то писал стреляй делай приказ стрелять вперед чтобы типа трикошетил от земли ядро уже полетела там тоже знаешь трикошеть на меня трикошеть тоже сидро хорошенько упадет но он не покажется мини-битва мини баталия прибалтики так пучни 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 чтобы маша ядро больше народу и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Своими артиллерии убьем больше своих опять, чем противник, как в тот раз жахнули. Ну-ка добить их всех, уж всех убьем прям. Ну пускайте их. Вот сколько осталось? Пять человек. Ну добейте уж пять человек-то, господи. Если кто-то может и спасутся. Ой. Время на них еще тратить. Мы благородные воины. Те, кто выжил и отступил, мы даем им возможность жить дальше. Но впредь не воевать больше по оси Пруссии. Так, здесь мы в Ригу. Здесь мы в Ригу. Здесь мы в Ригу. Здесь мы в Ригу. Так, это Рига. Здесь чего? Здесь около Вильны как стоим, так и стоим. А здесь придется нам атаковать Федор Головинкс. Плохо, плохо. Плохо. Я, наверное, в Варшавской армии атакую. Здесь нам надо восстановиться. Здесь нам надо восстановиться. А что у меня Вильна никак? В самом Вильне мне ничего не восстанавливается. Флаг показывает по коцам. А, мы тут поляками дрались. Нет, с поляками я и не дрался. Ну ладно, четыре с полной тысячи у нас еще есть. Че у нас здесь? А здесь у нас идет наступление дальше. Ломаем им теперь заводы, фабрики. Ну або мы не возьмем. Або тут у нас Родион Головин. Максим Нейтгард. Пан Латвинский. Александр Меньшков. Приятти Герязев. Низгвоздев. Ни хера народу. Мне бы сюда, чтобы со мной шведы шли. Они сидят, блять, в своем Стокгольме. Ни хера ничего не делают. Между прочим. Построим сразу. Так, 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 так. Это все на ремонте. Хорошо. Здесь я. Я бы, конечно, мог сейчас пойти атаковать. Но тогда вот это все в подкреплении будет. Они тут сами тут рассасываются. Здесь мы тогда восстанавливаемся. Здесь нам надо будет в следующей серии атаковать вот эту армию Федора Головина разбить. Чего-то думать на Балканах. Потому что на Балканах это стоялово. Может, мне самому осадить ему Милан? Милан. Какой тут? Да. Наверное, сам осажу ему Милан. Там Милан мне не нужен. Я, может быть, даже его отдам. Тянуя. 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 Тем же Ирландом, нашим союзником. Короче, ну сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за комментарии. Всем удачи. Всем пока.